Число заболевших ВИЧ в Северодвинске увеличилось вдвое, и год еще не закончился. Половина заболевших – инъекционные наркоманы. С одним из них беседовала Алена Губаева. Антону диагноз ВИЧ-инфекция поставили в этом году. О нем знает только семья и лечащий врач. Кроме Антона, с начала года страшный диагноз поставили еще 52-м северодвинцам. Для нашего города это рекордные цифры. До этого ежегодно выявляли около 20 случаев. Больше половины заразились во время приема наркотических средств. Об увлечении наркотиками не скрывает и наш герой. Предложили что-то посерьезнее. Все вроде были свои. Было пару людей, которых я не знал. Я особо ничего не заподозрил. Все обычные люди. Все свои. Обратился я через полгода к врачам. Почувствовал, что похудел немножко, здоровье хуже стало. Просто хуже стал себя чувствовать. На втором месте в городе незащищенный половой контакт. Всего в области проживает около 1300 ВИЧ-положительных. Две трети – мужчины. Большинству от 18 до 30 лет. Насторожить должны увеличенные лимфоузлы, повышенная температура вечерами или головные боли. Сдать анализы стоит каждому. Ведь при раннем диагнозе поддерживающая терапия позволит заморозить вирус в организме. Вирусная нагрузка, это количество вирусов в одном миллилитре крови, перестает определяться. То есть вируса настолько много, мало в организме на фоне лечения, что человек чувствует себя абсолютно здоровым. Он выполняет все свои функции. То есть и социальную, и в семье. Он рожает со здоровыми и дети. То есть можно дожить до старости. Лечение нужно соблюдать всю жизнь. Но 17-летний опыт Северодвинского центра показывает – больные отлично переносят терапию. В быту носители ВИЧ безопасны. Узнать свой ВИЧ-статус можно анонимно. В 19-м кабинете на Воронина, 34, никто не спросит вашего имени. Работать будут по порядковому номеру. В городе Корабелов речи об эпидемии нет. Исследование прошло 20% населения. Алена Губаева, Дмитрий Ткаченко, Вестник, Северодвинска.